Всем привет, мои хорошие! С вами Светлана и сегодня у нас рубрика Фоберлик без прикрас. Это значит, что впереди вас ждут самые достоверные и честные отзывы. Итак, поехали! Вот такой огромный пакетища пустышек будем с вами по порядку. Начнем с серии Дом Фоберлик. Закончился вот такой порошок Гринли. Артикул его 118.91. Ну как закончился? Я их пересыпала просто, девчонки. Он еще не закончился. Мне нравится порошок Гринли. Когда на него бывает акция, беру иногда его. Он тоже очень хорошо отстирывает. Я беру для белых и светлых тканей. Они в любом случае, что серия Дом, что Гринли гораздо мощнее, тем те, которые для цветных или универсальные. Поэтому отстирывает хорошо. Даже пятна отстирывает хорошо. Он специально предназначен для стирки в жесткой воде. Но когда акции не бывает, конечно, дороговато. Вот поэтому, когда дороговато, мы берем с вами серии Дом. У меня здесь горная свежесть. Я беру или альпийский луган. В данном случае это горная свежесть. Артикул 323. Сделано в Германии, пишет нам Фаберлик. Порошки классные. Порошки здорово отстирывают. Незастиранные вещи. И опять же повторюсь еще раз, потому что вопросы все равно бывают. Раньше они были плохие. Для меня плохие. После перевыпуска стали гораздо мощнее. Раньше, когда я их тестировала и стирала с ними, вещи выглядели какими-то тусклыми, несвежими и так далее. Порошок перевыпустили, формулу усилили. Стали вообще супер. Они гипоаллергены. Я стираю крестюшкины вещи. Я не беру сейчас из детской серии гель. Стираю все крестюшкины вещи. Месяц, наверное, с двух, с трех точно. Вот этим порошком. Никаких аллергий, ничего не бывает. Подходит астматикам. Поэтому очень хороший вариант порошка. Так, закончился чай Гастро. Я его пила, девчонки, в период... И пью до сих пор операции. После операции пила 156,71 артикул. Здесь очень хороший состав. Травяной сбор номер 2. Лиз земляники, мята, мать и мачеха, репеш, спорожь, ромашка, тысячелестник, кора, дуба. Антибактериальная противовоспалительная. Если у вас есть язва, если вы страдаете из жога и гастритом, я вам рекомендую к этому травяному сбору присмотреться. Закончились вот такие вот конфетки. На Новый год мы их, по-моему, брали еще. Да, шоколадные зверушки. Для Ксюшки здесь был такой вкладыш. И там, по-моему, 6 зверушек было шоколадных. Конфеты вкусные? Не знаю, не без сахара, нет? Да, без сахара тоже. Вот этот вот новый шоколад, он гораздо вкуснее, чем предыдущий. И плитки вот мне совсем не нравятся, да? Нечаев, которые... Они как замазка. Артикул шоколада 160,95. А вот этот шоколад, который в заказе вам в прошлом показывал, он очень вкусный. Поэтому, если смотрите на подарок что-нибудь, присмотритесь, как дополнение. Вообще очень классно. Без сахара, к тому же, вообще супер. Дальше у меня тут беда. Закончилось два продукта. Первый – это полба со шпинатом и шамбалой с бамбуковой клетчаткой. Вот такая вот. Давно уже брала, и все стояли, никак не доходили руки. Но знаете, когда лень готовить, и есть вот такая вот штука от Фаберлик, очень удобно на самом деле. Мяска добавил, и все. Я и без мяска могу есть. Мне полба, кстати, понравилась. Здесь вот такого обилия специй, как в осенней чаевской еде, не ощущается. Потому что в других кашах и вторых блюдах прям вот сильно какие-то специи чувствуются, и мои домашние, они это не едят, им не нравится. Но полбу, в принципе, поели, да, нос не воротили, скажем так. Так, артикул ее 16106. Нормально зашла. А вот рис по сицилийски с тыквой и специями, здесь много чувствуется кари, здесь много чувствуется каких-то восточных специй. Моим не понравилось. Я съела, мне нормально. Я такое люблю, я люблю, когда много специи. Но мои домашние нет, они против такой еды. 16108. Так, дальше поехали. Пятновыводитель кислородный универсальный. Добавлять его можно при стирке, чтобы отстирывались лучше пятна какие-то. Он работает средненько. Он нормальный, он как бы усиливает стирку. Если есть какая-то засальная одежда, там, полотенчики какие-то с кухни, да, ну, у меня, в принципе, и так порошок справляется. Но была какая-то хорошая акция, поэтому взяла пятновыводитель и израсходовала. Так, артикул его 110-50. Здесь 500 грамм, тут тоже внутри есть мерная ложка. Я потом в таких банках еще порошок переспал, хранила, но сейчас купила себе удобный, красивый контейнер для порошка. Так, и середон дальше. Закончился ультракондиционер для белья ароматерапии. Это у нас с вами восточный пион. Не самый мой любимый кондиционер, но иногда просто все приедается и хочется для разнообразия. Здесь достаточно яркая отдушка. Я не знаю, как пахнет восточный пион, но не пион наш с средней полосой однозначно. Она яркая, цветочная и, в принципе, такая нормальная. Но он у меня далеко не самый любимый, просто вот для разнообразия. 118-53, но кто-то его обожает, как бы на вкус и цвет. Товарищей нет. Концентрированный гель для мытья посуды с яблоком. Тоже их постоянно чередую, но беру сейчас всегда в основном 0+, чтобы была пометка, да, они не все 0+, у нас идут, потому что мою соски и бутылки, крестюшки. Артикул 394 закончился быстро. Яблочко довольно жидковатое. Он такой зелененький. На крышке тут остался, видно вам. Одушка приятная, сочного зелено-красного яблока, вот которое здесь нарисовано. Вот представляете, как яблоки эти в детстве пахли, да. Вот так вот и пахнет вкусненько. Пенис хорошо, руки слегка подсушивает, но как бы нормально. Так, дальше детские салфетки. Оды не перестаю им петь, они у нас летят вообще по-страшному. Просто кто-то в комментариях недавно у меня под заказом написал, куда столько детских салфеток, не представляю, у нас одна пачка в месяц. Не, ну я не знаю, девчонки, если экономить и каждый раз мыть ребенку руки в ванну и так далее, может быть, одна пачка уходит. Но я не экономлю, я люблю, чтобы мне было удобно, я люблю, чтобы моим детям было удобно. Это главное. И вообще вот эта политика экономическая, экономить на чем-то, она может привести только к бедности. Да, она не приведет никогда к богатству. Чтобы быть успешным, богатым, нельзя говорить, что вы экономите, нельзя ни на чем экономить, иначе вселенная вас не услышит. Это такое лирическое отступление у нас с вами, Фаберлик, беспрекрасно. Артикул 1798, салфетки классные, гипоаллергенные, мне все нравится, меня все устраивает. Здесь 50 штук, они очень хорошо пропитаны, все отлично. Да, мне нравится вот эта вот штука, хочется пачку с клапаном. Вот реально хочется, может быть, Фаберлик выпустит. Но что-то вот много лет уже только вот так. Да. Так, гель-спрей для мужской гигиены с пребиотиками закончился. Пользовался муж, мне кажется, несколько раз. Пользовалась я. Ну, тупо как спреем, дезодорантом, да, не знаю. Артикул 1684, мне понравилось. Вы знаете, по мере необходимости распылять на сухую или влажную кожу тело, а также на интимные зоны. То есть можно на тело пребиотики, но пребиотики вроде как полезно, вроде как хорошо, да. Для нейтрализации запаха белья обработать изнаночную сторону, дать просох. Слушайте, я даже не знала, как нейтрализация запаха. Вот ты хочешь, простите меня, в грязных трусах, тебе негде их постирать, но у тебя есть в то же время вот такой вот гель от Фаберлика для мужской гигиены с пребиотиками. Ты трусики грязные свои так обработал, запах нейтрализовал, одел и пошел гонять в них еще месяц. Ну, не знаю, девчонки. Артикул я вам сказала 1684. Неплохое средство, хорошее. В эту серию Фаберлик я вообще очень верю. Дальше немножко биоси. Это у нас с вами бальзам. Вот такой вот. Нет этой серии сейчас в каталоге. Биоси и клад. Я брала из шампуня бальзам. Мы с вами его взрывали, тестировали. Ни шампунь, ни бальзам мне не понравились. Бальзам вообще как вода. Я, да, расходовала все эти два средства. Но шампунь еще на один раз осталось. На Ксюша. Вот у нее нормально. Нет, бальзам тоже как вода, вот просто вода. Я вам даже артикул не скажу, но вам он и не нужен. Он оторвался, он был на бумажке. Потому что, ну, этой серии все равно сейчас в каталоге я не вижу. Ни в одном, ни во втором, нигде не вижу. Гадость редкостная. А про шампунь расскажу потом. Там интересно. В следующих пустых баночках, когда закончится. Так, ботаника закончился, шампунь, а бальзам? Нет, бальзам еще не закончился. Мы брали с вами вот такую лимитку, зимняя клюква. Очень понравился, вы знаете, понравился очень. Но морожка лучше все равно, допустим, если сравнивать, да. Зимняя защита, княженика и клюква. Артикул. Он, по-моему, пропал, шампунь быстро или бальзам быстро пропал. 1, 2, 88. Хорошие, действительно, волосы после него блестят. Они здоровые, они довольно-таки шелковые, подаются укладки. Очень достойная лимитка. Запах специфический, такой ярко выраженный, но довольно приятный. Действительно, каких-то зимних ягод, что ли, да. Кто не пробовал, прям советую попробовать, если еще на складах есть. Потому что, мне кажется, эту серию как-то очень быстро расхватали. Разогревающая маска против выпадения волос. Моя любовь, любовная Фаберлик. Это тоже эксперт фарма. Артикул 83-49. Она действительно разогревает. Пух у меня вот этот вот замотал. Еще мне кто-то вчера в комментариях написал, не трогайте волосы, это так раздражает. Не смотрите видео, если вас это так раздражает. Вот. Очень хорошо греет. Но греет лучше, когда наносите нам мокрые волосы, на мокрую кожу головы. То есть сначала помыли шампунем голову, да, и потом наносим вот эту маску. Я наношу ее не только на корни, но и на всю длину волос, потому что она за ними прекрасно ухаживает. Волосы потом здоровые, шелковистые, просто потрясающие. То есть дополнительный уход никакой не нужен. И ношу столько, сколько греет, да. Греет минут 20 точно. Греет, печет прям так от души. То есть волосяные фолликулы будет-будет, волосы растут лучше-лучше. Поэтому да. И может быть, которые спали, просыпаются, да, чтобы не облысеть. Бьюти-кафе. Одно из моих любимых мыл. Лаймовый сорбет, да. Да, лаймовый сорбет. 2505 артикул. Вот такое вот оно зелененькое, красивенькое. Очень вкусный аромат. Мне прям из бьюти-кафе вот он нравится. Потому что это аромат действительно лайма, а не какой-то там с удобной выпечки. Вот это мне не нравится. А здесь, да, свеженький такой лайм. Классно, супер, вообще нравится. Нравится и нравится, да, сто раз. Опять разогревающая маска против выпадения волос. Вторая, девчонка. У меня их две закончилось тут, оказывается. Одной, второй, наверное, начала. 83-49, если я вам артикул не говорила. Так, Фаберлик Бэби Кремушек. Тоже вам уже говорила много раз, что берем его постоянно. И крестюшки, складочки, попку помазать, все там после душа. И себе ручки, и Ксюшкой может и лицо помазать, и все. Артикул 16-45. Тоже гипоаллергенный, классный. Я люблю эту очень линейку. Кто бы там что ни писал, что на экоголиках состав разбирали, и он плохой. Он везде сейчас плохой, если прикопаться, да. Так, дальше. Закончилась маска, наконец-то. Я вот все подбиваю продукты, пытаюсь. Дрим терпи с мелатонином у нас с вами. Я ее брала еще во время беременности аж. Представляете? Всю эту серию. И, наконец-то, добила. Ночная маска. Ночной крем, точнее. Ночной крем. Такой он белесый, достаточно плотный. Баночка стеклянная. Ценовой этой серии не бюджетная. Крем довольно плотный. Аромат классный, как и у всей серии. Очень хорошо увлажняет. Увлажняет, и это увлажнение чувствуется прям сразу моментально. Увлажняет здорово. Вот здесь я про питание не могу сказать, потому что текстура достаточно легкая. То есть для возрастной и совсем сухой кожи может быть маловато. Но увлажнение прям такое хорошее, качественное. Сразу личико гладенькое. Понравился эффект, очень понравился, поэтому маска достойная. Почему с беременности лежит? Потому что я с этой серии во время беременности засыпала. Девчонка просто валилась по 100 раз на дню. Прикладывалась, и поэтому я ее отложила. Мне этот эффект не очень понравился. Вот еще один крем опять откопала, два закончилось. Мыло, жидкая, витамания, манго и папайя тоже очень люблю. Обожаю аромат манго в косметической продукции. 23,65 артикул, нареканий никаких нет. Кроме пахнет папайя очень вкусно, пахнет манго очень вкусно. У меня сломался дозатор, то есть он не пшикает. Он раз из десятого только поддавался, поэтому мы еле-еле кое-как его добили. Хотя у меня проблем с дозатором Фаберли как-то никогда не было. Но вот девчонки многие писали, что есть такие проблемы. Кое-как добили, все. На выброс. Закончились ватные палочки. Я вам уже их показывала много раз в обзоре заказа. Они действительно крутые. Они нереально крутые и нет таких в магазине. Артикл 910-254. Здесь такая удобная коробочка. У них палочка сама бамбуковая, твердая, деревянная и очень хорошо, очень плотно намотана вата. Поэтому ими чистить уши, девчонки, одно удовольствие. Ну вот честно. Я себе удовольствие, если могу, никогда не отказываю. 200 штук здесь, поэтому берем только их. У меня свекровь попробовала и сказала, я обязательно такие купить. Я и заказала. Ночные прокладки закончились. Так. Артикул ищем. 112-95. Они крутые. Я их очень люблю. Я уже вам говорила, а вы все смеетесь. Лыжи. Лыжи, потому что на ночь именно такие и нужны. А иногда и на день. У всех все по-разному. Поэтому я их очень люблю. В следующем каталоге, кстати, в четвертом. На них будет скидка на ночные. Я прям, наверное, три пачки возьму, не жалея. Потому что они классные, впитывают хорошо. Единственное, их косяк, у них плохо держатся крылышки. Но, тем не менее, сама прокладка никуда, слава богу, не съезжает. Они их залепляют друг на дружку, вокруг белья, они не держатся. Вот плохая клеевая основа. Вот этот косяк только в этих прокладках я обнаружила спустя время. Закончился вот такой вот гейк для душа. Это у нас с вами Бонжорно Бали. Здесь Личи и что-то еще, девчонки. По-русски не написано. Личи какой-то цветочек. Франзипания. Классный аромат. Теплый, согревающий, цветочный. И вот это Личи. Личи не так пахнет. Недавно Личи просто покупали, кушали, у него вообще никакого запаха нет. Здесь вот фруктики тропические. Фруктики тропические цветочки. Классный аромат. Артикул 1.7.1.5. Пенится хорошо. К этим гелям до души нареканий тоже нет никаких. Цена у них вообще адекватная. Ну вот и все, мои хорошие. Вот такие пустые баночки скопились у меня на этот раз. Ссылка для регистрации в Фаберлик всегда под видео. Проходите, регистрируйтесь. Будем общаться. Если видео понравилось, обязательно ставьте лайк. Пишите о своих любимчиках в комментариях. Всегда с радостью там с вами общаюсь. Ну а я вас всех люблю. Целую. Берегите себя. И всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok